Современный автомобиль сложное устройство, где каждый элемент, даже самый маленький, выполняет свою функцию и связан с другими. К примеру, фильтры. Вроде бы расходник, причем недорогой. И многие думают, что их замены можно пренебречь. Но это далеко не так. Разберемся, какие фильтры есть в современной машине и как часто их надо менять. И какие могут быть последствия, если с этим затягивать. Обычно сроки замены расходников прописываются в перечне регламентных работ каждой модели. Проще всего с масляным фильтром. Его меняют вместе с маслом, то есть раз в 10-15 тысяч километров. При промывке системы смазки специальным составом обычно ставят дешевый временный фильтр. А после заливают масло и уже устанавливают качественный фильтрующий элемент. Идем дальше. Топливный фильтр очищает горючее от возможных примесей. У машин постарше он выносной, расположен снаружи бака. Меняется достаточно просто раз в 40 тысяч километров. У дизеля раз в 20-30. В более современных моделях этот элемент встроен в модуль подачи топлива. Как правило, рассчитан на 30 тысяч пробега. Также важно помнить, что в цилиндрах воспламеняется топливо-воздушная смесь. А значит, чистым должно быть не только горючее. Воздушный фильтр предназначен для очистки поступающего в двигатель атмосферного воздуха от посторонних механических частиц, пыли, песка. Регламент замены воздушного фильтра от 10 до 30 тысяч километров. В зависимости от рекомендаций завода-изготовителя и условий эксплуатации автомобиля. Любителям путешествий лучше поставить новый, как раз сейчас, после летнего сезона. Фильтр наверняка забит мелким мусором и пылью грунтовым. Зимой же он загрязняется куда меньше. Если тянуть заменой, увеличивается расход топлива, снижается мощность и динамика, повышается износ деталей мотора. Чистый воздух нужен и нам, поэтому не забудьте про салонный фильтрующий элемент. Выпускается в трех вариантах. Обычный бумажный, угольный, гипоаллергенный, антибактериальный салонный фильтр. Регламент замены каждые 10-15 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Если долго не менять такой фильтр, в салоне появятся неприятные запахи и будут больше запотевать стекла. В запущенных случаях он может стать источником микробов. И помните, что лучше всего справляются с задачей очистки только качественные образцы. Так что лучше не экономить, тем более фильтры стоят не так уж и дорого. Продолжение следует...